Привет, ребята! Привет, княжницы! Всем огромный привет! Ребята, у нас сегодня с вами пойдет такой обзорчик, касаемо двух роликов семьи Колесниковых. В одном из роликов, знаете, вот Тетя Свет на себя примеряет роль блогера, такого лидера-блогера, лидера-блогера в семье, да. Во втором ролике, значит, Тетя Света там готовит, вот все как обычно, со школы детей забирает, там, ну и сейчас по порядку, и так далее, да. Значит, в первом ролике, вот который нас сегодня выкладывали, они очень интересны, она, Тетя Свет отправляется в магазин за покупками. То есть сначала она идет в магнит, потом идет в пятерочек. Самое интересное, начинается вот с первого магазина, когда, знаете, она заходит в магнит, значит, подходит к стеллажу. Во-первых, камера, да. Камера, знаете, в руках у нее вот так вот пляшет. То есть все изображение вот так вот. Дядь Леша, ты наконец-таки научишь Тетя Свету нормально снимать. Ну, как-никак блогера. И ты, ты главенствующий, ты просто гуру, гуру блогинга, поэтому научи. Ладно, значит, подходят они к рыбе. Тетя Свет нам показывает ценники, значит, это колбаса вот по 200 рублей, сметана по 100. Это, я, главное, знаете, как бы смотрю, потому что, значит, подмосковье, да, у нас та же самая колбаса в пятерочке лежит 1 плюс 1 по сотке. А сметана стоит, это просто так важно, 75 рублей. Тут по 100 рублей стоит. Ну, ладно, я не про это. Значит, про то, что как Тетя Света чудо не взяла в селедку. Селедку, вот эту скумбрию, знаете, взяла нарезку, скумбрию, держит руки. Я про себя думаю, Тетя Свет, только не селедку, только не селедку. Там селедка по 30 рублей лежала, ну, за 100 грамм получается, да. Думаю, только не селедку, Тетя Свет. Потому что научно же, ворким опытом, когда самому подались эти черви в селедке, и как писали про то, что много нераспотрошенной селедки у нас с червями. И сама Тетя Света говорила, что с червями часто подается рыба. Думаю, только не эту. Возьми вот эту, только это, возьми скумбрию, только не селедку. Не надо. Избавь, я не смогу это пережить. И не взяла, и не взяла. Большое спасибо, большое спасибо, Тетя Свет. Ну, ладно. Дальше, значит, походила мы на магнитики, ребята, и начинается пятерочка. Вот тут начинается самый такой трешак. С момента, когда Тетя Света подходит к прилавку, где расположены семечки, да. Видите этот момент, когда берет пару семечек, ну, в руке, знаете, так на ощупь, люди пробуют, да. Ну, нет, эти семечки, возьми, съешь, выкини их, да. Но мне почему-то подсказывает, вот, моя, это, как сказать, интуиция, что семечки она не съела и не выпила. У кого-то другое место дело. Может, написать в комментарии, куда она их дело. Но это опять так чисто, чисто так и наши с вами мысли, ничего не значит, чем моя, моя, моя мысля. Ладно, ребята, второй ролик был более интересный, но он бы ранее, ранее следовал, нежели этот. Касаемо того, как, значит, опять, Тетя Света знает, какой повариха, значит, варит еду, картошку, сосиски. И знаете, такой вот повар, повар лучшего ресторана Мишлен, она вот, да, она говорит о том, что, типа, девочки пишут, значит, в комментариях про то, что, как готовятся оладушки. И Тетя Света делится с нами этим секретом, своим рецептом. То есть, едет, и сама себе что-то поднос говорит, мол, я мешаю кефира столько, дрожжей столько, сахара столько. И на выходе, вуаля, волшебство, получаются вкуснейшие оладушки. Ладно, тут, значит, все, она все рассказала про свои рецепты, рецептуры, туда, оказывается, у нас не только, как бы, блогер, там, мастерица, певица и все прочее, да, она еще у нас и, как бы, ну, я так понимаю, знаете, загружает видосы в интернет, потому что начинает говорить про то, что при ведущих роликах, значит, это была какая-то музыка наложенная, сильная и все прочее. Типа, она сама это в редакторе делала, и у меня там, знаете, там сразу скрадывается такая мысль в голову. Вы представляете, ребята, мы с вами не раз что-то обсуждали Анжелу, Анжелу, про то, что, мол, типа, она мало помогает родителям там, да, вот, ну, в кадре, по крайней мере, на камеру происходит, да. Я почему-то подумал, знаете-ка, эта система, опять, сугубо числичного мнения может быть, что, вот, например, Леха снимает ролики, Анжела их обрабатывает на компе и грузит в интернет, поэтому она освобождена от большей части домашней работы, всех этих хлопот, готовки, мойки, уборки и прочее. Вот у этого, как бы, у Анжелы есть своя обязанность грузить ролики, может, где-то ей нравится, почему нет, взял наушники, наушнички, включил музычку, слушаешь, грузишь в это время ролики, как бы, все нормально, все нормально, да. Это, это, ну, ладно, поэтому, кстати, она, когда едет со школы, то есть книжечку хоть читала, наверное, разгружает чуть-чуть это, когда они даже стояли на остановке, и она читала книжку. Ну, книжку-то книжки, конечно, хорошо, да, но приедет домой, почему-то у ребят не оказалось, это, и ужина неприготовленного, и уроки не выучены, и потом, главное, уроки учат, показывают, блин, значит, это, когда, ну, когда они сидели, учили, там, Виталинка сидела там, да, Виталинка уроки учит, знаете, темень, вот у меня сейчас, в комнате, это, в кухню, тут темно, ну, как светло, ну, все, я считаю, что темно, да, а тут ребенок маленький, учат уроки, какая-то темень сидит, она там носом шмыгает, всегда говорит, что, типа, это у нее, там, такое часто бывает, я просто думаю, блин, и шо, и шо такое, ребята, шо, это, нос полечить нельзя, по-нормальному полечить, не то, что, там, капли-закаплить, да, походить в крачу поездить, электропрогревание поездить, даже просто банально, вот, дома, начитался интернет, там, да, яичко сварил, яичко на супа и ложил, вот так, прокалил, сделал инваляции, да, и рецептов куча, без каких-либо затрат, просто, надо немножко времени, немножко, дополнительного ухода, и все будет вот так очень классно, поэтому, ребята, не ленитесь, вот свет, это, если есть проблемы, решайте их сразу, по мере поступления проблемы, а не когда они уже накопятся в большой шар, и когда уже и там, и там, и там проблемы, сразу решайте все, и все будет у вас ровненько, вот, ну, что хотел сказать последним роликом, пока больше нечего, ребята, большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, с вами был Игорь Павлович Княжин, всем пока,